привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут лена и сегодня снова видео на тему дизайна интерьера я хочу с вами обсудить поделиться своим мнением как же создать не стареющий интерьер вне моды который будет актуален 5 10 15 очень долгие годы в общем если эта тема для вас интересно то приглашаю вас к просмотру усаживайтесь поудобнее и давайте же начнем и так прежде чем мы начнем по пунктам мне бы хотелось снести маленькую ремарку во-первых это будет исключительно мое мнение как я вижу не стареющий интерьер ни в коем случае свою какую-то субъективную точку зрения я никому не навязываю просто выражаю свое мнение и второй момент относительно ремонта вообще почему я решила снять видео на такую тему потому что ремонт это дело дорогое естественно все мы хотим его сделать и потом следующий раз его делать только через 10 либо 15 лет так вот сегодня как раз таки мы обсудим с помощью каких приемов в дизайне интерьера мы можем с легкостью этого добиться даже если вы делаете ремонт самостоятельно не прибегая к услугам дизайнера и первый пункт который я выделяю чтобы создать интерьеры вне моды обязательно нужно сделать на раннем этапе планирования продуманную грамотную планировку всегда будет актуально максимально свободное открытое пространство без темных углов каких-то хламовниках сейчас имею ввиду антресоли которые еще советского времени до сих пор остались некоторых квартирах от этого всего естественно нужно избавляться и вы приблизитесь к тому чтобы создать интерьер который будет актуален очень долгие годы идеально если получится создать такую планировку которой будет минимальное количество каких-то темных закутков лучше их вообще исключить также избегайте узкие длинные коридоры не используемые пространства поскольку функциональность практичность и удобство всегда будут моде что касается стилистики интерьера я тот человек который придерживается мнение чем проще тем лучше выбираем простой понятный стиль не нужно здесь пугаться что все должно быть какое-то супер минималистичное вы можете спокойно этот базовый получившийся интерьер разбавить декором деталями какими-то яркими акцентами которые реально легко поменять если вам что-то поднадоело и с этой базовой основой можно работать превращать его в абсолютно любую другую стилистику просто дополняя какие-то незначительные детали всегда будет актуально максимально свободное не перегруженное пространство и предметами мебели не нужны так что не покупайте лишнего и это пространство должно быть хорошим достаточным объемом естественного дневного света который поступает помещение и также искусственного что касается материалов отделки если мы говорим о ремонте и об интерьере который должен нам служить долго естественно нужно выбирать практичные и долговечные материалы также они должны быть более универсальными мое личное мнение что если мы хотим создать актуальный интерьер надолго то в качестве покрытия стен можно использовать допустим обычную краску либо декоративную краску однотонную это покрытие которое можно будет спустя пять лет например просто перекрасить нежели чем обои с рисунком эта тема такая мне кажется временная потому что рисунки постоянно меняются и очень сложно если ты хочешь сделать интерьер который будет на века потом с этим принтом будет работать поэтому выбираем что-то более однотонное более базовое повторюсь что вы всегда его сможете разбавить и текстилем и декором и какими-то яркими деталями аксессуарами если мы говорим о напольном покрытие то всегда на все времена будет актуально натуральное дерево это паркетная доска штучный наборный паркет если мы обратимся немного ранее да может быть даже и сильно ранее мы можем вспомнить что паркетная доска которая имеется тогда она актуальна и по сей день его всегда можно отреставрировать отцикливать покрасить лаком сделать какой-то другой оттенок но это такая вещь которая всегда будет актуальна и всегда будет вне моды маленькая ремарочка в плане материалов мы уже поговорили что дерево в качестве покрытия пола будет актуально всегда но также я немного не точно сказала что дерево это в принципе материал который никогда не выйдет из моды это материал которому хочется прикасаться поэтому если вы выбираете между тем чтобы сделать что-то под дерево либо натуральное дерево естественно выбираете натуральное потому что она прослужит вам дольше и она будет актуальным всегда не нужно использовать материалы которые являются своего рода амбутофорскими например там пластик под натуральные дерева либо пластик под камень если плитка должна быть керамической под камень если дерево это должно быть дерево если пластик это должен быть качественный пластик теперь поговорим про цвет в интерьере очень часто я слышу что говорят что мы хотим жить в какому-то светленьком тепленьком интерьере это либо что-то желтое бежевое оливковое и тому подобное но в общем теплое и светлое если мы говорим об интерьере которые вне времени который будет актуален еще долгие годы то это конечно же белый и серый цвета в интерьере потому что это основа основ это такие универсальные цвета которые подходят ко всему а то что подходит ко всему к этим цветам базовым универсальным можно подобрать абсолютно любой стилистике мебель хоть мой классический интерьер либо что-то минималистичные делаем разбег просто очень гигантский так вот эти базовые цвета ну просто никак не могут выйти из моды они будут актуальны еще очень долгое время также что касается цветов мне бы хотелось добавить что всегда будет актуален черный цвет каких-то дозированных не очень больших количествах хотя наверное больших количествах это просто вопрос практичности интерьера и его уборки так вот черный цвет он реально может очень здорово подчеркнуть пространство показать его глубину его объем если вы используете его грамотно подчеркивая какие-то акценты скажем это может быть прикрыватная тумбочка с черными ножками либо журнальный столик либо какая-то фурнитура это все он реально придает интерьеру и стильность и лаконичность и это делает его модным на все времена если мы говорим о мебели которые мы планируем использовать очень долгие годы то нужно выбирать естественно мебель удобную практичную чтобы она вас очень сильно не напрягала в плане ухода это может быть мебель с возможностью сменить допустим съемные чехлы постирать их либо поменять просто на новые и это должна быть мебель простых понятных форм если мы ставим какие-то диваны с навороченными элементами это все очень быстро может просто выйти из моды если она в нее приходила а простые понятные формы это основу которые вы можете всегда разбавить добавить и это всегда будет актуально следующим пунктом я выделяю живые растения в интерьере здесь конечно больше вопрос любите и принимаете ли вы у себя живые комнатные растения например я категорически не люблю поэтому у меня их нет дело в том что живые растения зелень это будет всегда актуально если мы вернемся на некоторое время назад мы просто в каждом интерьере можем эти растения видеть другое дело что с растениями нужно быть очень аккуратными в интерьере обозначить для них определенное место относиться как полноценному предмету интерьера такому красивому зеленому не нужно с помощью растений скрывать какие-то косяки ремонта либо какие-то недоделки в плане планировки какие-то непонятные углы и тому подобное сделайте ваше растение реально красивым дополнением которые вас радуют грамотно выбирайте кашпо горшки которые будут подходить по стилистику вашего интерьера и можно их течение времени эти самые горшки просто обновлять что касается материалов еще всегда будет актуально прозрачное стекло особенно в аксессуарах прозрачные вазы какие-то элементы и декора сейчас речь идет именно о простом обычным прозрачным стекле это действительно красивое стекло бликует она создает такую приятную атмосферу особенно кто ценит стекло естественно эти приемы можно использовать чтобы создать интерьер который будет актуален круто если стекло у вас используют тоже небольших количествах не где-то там в огромных предметах мебели а скажем каких-то аксессуарах и декоре если вы хотите создать интерьер который будет актуален очень долгое время своего рода интерьер на все времена обязательно используйте акценты но акценты не в каких-то огромных вещах типа это шкаф и это мой акцент акценты именно в декоре в деталях в текстиле это могут быть шторы коврики какие-то элементы которые допустим небольшие но декоративные вам очень нравится эти элементы легко можно поменять либо убрать на время если они вам поднадоели они очень здорово освежает интерьер дополняют его делает его уютным комфортными при этом реально эта тема будет актуальна всегда поэтому делайте акцент именно на декоре и деталях и последний пункт который я выделяю это антиквариат это вещи с историей и они естественно просто не могут выйти из моды это наоборот очень крутой момент если тебе есть какая-то классная эксклюзивная вещь ты можешь ее легко встроить свой базовый интерьер и это будет вещь которая захочется подойти рассмотреть поближе прикоснуться и когда ты понимаешь что до этой вещи пользовались сто лет назад и теперь она стоит у тебя это действительно эстетическое удовольствие для тех кто это ценит при этом это классный способ сделать базовый интерьер с изюминкой естественно нужно понимать что если у вас какой-то большой антикварный комод либо какое-то кресло стул в общем что такое крупные из мебели то нужно понять где для него место в вашем интерьере возможно не в этой комнате а в другой если вам удастся этот предмет здорово встроить поставить на свое место он будет вас радовать это тоже будет огромный пунктик тому что ваш интерьер будет актуален всегда ну что это было все чем я хотела сегодня с вами поделиться надеюсь что было полезной если так то присоединяйтесь к обсуждению в комментариях я с удовольствием все читаю желаю вам классного настроения всех обнимаю и пока пока